Привет, друзья! Сегодня вторая часть видео про Monobank. Это, наверное, странно для некоторых из вас, потому что вы думали, что основная тематика канала велосипеды и путешествия. Так оно, в принципе, и есть, но иногда я снимаю такие полезные вещи о том, чем я пользуюсь. Ровно полгода назад первое видео вышло, выстрелило очень сильно, стало самым популярным вид на канале. Где-то 80 чем-то тысяч просмотров набрало. На этом видео было много вопросов, на которые я не отвечал, могу сейчас на них ответить. И хотелось еще сказать, что вот прошло уже полгода. Мы пользуемся карточками, никто никого не кинул. И основные посылы были у всех, это то, что это все раз за дня, кидалово и так далее. Вот спустя полгода у нас все хорошо, и мы до сих пор ими пользуемся. Поэтому хотелось бы рассказать о том, что изменилось, о тех моментах, которые я в прошлый раз не заметил. И также рассказать, зачем это вообще надо и что такое для тех, кто первый раз смотрит об этом видео. В прошлый раз я много рассказывал о кэшбэке, о том, что это очень классная штука, нереально удобная. Есть один момент, о котором я не знал и не сказал. Максимальная сумма кэшбэка, которую вы можете набрать всего лишь 500 гривен в месяц. Это не сильно много, но все равно приятно, если вы эти деньги получите с покупок в магазинах, продуктов и так далее. С этих денег будет уплачен еще налог 20%, а в итоге максимально, что вы сможете снять, это 400 гривен. Тоже об этом нужно знать, я об этом раньше не знал. Что касается кэшбэков, которые приходят от самого банка, а приходят они в том случае, когда кто-то через вас зарегистрируется и получит карту. И возможно еще в каких-то случаях, о которых я не знаю. В общем, эти кэшбэки туда не относятся, там вы их можете получать бесконечно. За эти полгода у них, как и у многих других банков, появился Apple Pay, что очень даже удобно. И в наше время вообще must-have быть везде и у каждого. Потому что расчет телефоном, когда вы можете без кошелька гулять и вообще не париться, это очень удобно. И здорово, что ребята это у себя сделали, хотя они были не первые, кто это сделал. И пришлось чуть-чуть подождать. Раньше свой кредитный лимит можно было менять чуть ли не каждый день. Сейчас же вы можете менять свой кредитный лимит, пробовать только 2 раза в месяц. И да, там все очень индивидуально, кому-то вообще не открывают, кому-то открывают, но потом не могут закрыть, потому что технические неполадки. И много разных моментов. Кредитный лимит это у каждого человека в каждом банке очень индивидуальная штука. Поэтому если кому-то открыли на 50 тысяч, то не факт, что вам откроют хоть на тысячу. Это нормально. И перейдем о том, что я сказал, что кредитный лимит можно открывать, закрывать, но не всегда это работает. Иногда надо чуть-чуть ждать. Появились небольшие иногда лаги в приложении. Раньше вроде такого не было, сейчас иногда оно лагает. И становится тем самым похожим на некоторые другие приложения. Но тем не менее, эти лаги, они лояльны. Потому что недавно в приватбанке у меня карточка залажала, и мне там высветилось, что я должен им 250, по-моему, тысяч. Я был в шоке, в панике, думал, что кто-то там что-то сделал на мутилу. Начал звонить, оказалось, что это просто у них такая ошибка. Я посидел буквально за час. Поэтому тут таких лаг не было, но они были чуть-чуть попроще и, в принципе, нормальные. В прошлом видео я сказал, что у меня сняло комиссию пополняшки в терминале, и так оно и было. Просто все эти терминалы, пополняшки, они бывают разные, как оказалось, и не снимает комиссию только iBox. Вот если написано на нем iBox, значит там комиссии не будет. Если это просто какая-то другая пополняшка, то там, скорее всего, будет комиссия, и она, кстати, может быть довольно-таки немаленькая. Ну и, конечно же, в самом банке Universal вы можете прийти с карточкой и положить себе деньги на счет, и это тоже происходит без комиссии. Еще один из плюсов, который явно заметен, это то, что вы можете без комиссии пополнять себе телефон, оплачивать интернет, коммунальные услуги и так далее. Потому что, вот, например, в том же привате, когда я пользуюсь, там пополняешь телефон на 100 гривен, у тебя, по-моему, 3 гривны или 4 берут комиссию. Везде, в общем, по чуть-чуть берут комиссию. И вроде как бы это немного, но не сказать, что приятно. Тем более, что просто когда комиссия просто вот прям везде, ну хотя бы подполнение телефона можно было бы уже сделать и без этого. И тут вот в этом плюс, поэтому телефон, пополняя вот эти все вещи, это я делаю с монобанком. И, исходя из этого, я перехожу сразу к следующему моменту, зачем вообще нужна вторая карта, если есть, например, такой сервис, как Privat24, и он очень вроде удобный, работает и все им пользуются. Вот именно для вот таких вот моментов, чтобы у тебя был выбор, чтобы ты мог без комиссии пополнить телефон. Или как когда у меня была история в Амстердаме, обе карточки были, перестали работать, потому что у них там была какая-то техническая ошибка или еще что-то. У меня вообще тогда не было никаких других карточек, я был в шоке. К счастью, была американская карточка, мы там как-то ее рассчитались, но в такой момент меня бы спасла вот альтернативная карта, и эта монобанк просто идеальна была бы тогда. У нас еще ладно там кэш ходит, а в других городах, особенно вот в Амстердаме, там во многих местах ты не можешь без карточки вообще ничего сделать. Например, даже сумку в аэропорту мы не могли оставить с помощью там монеток или еще чего-то, только карточка. И вот когда все твои приват-карточки не работают, ну не круто, поэтому должна быть запасная альтернативная карта. И свежий опыт, буквально который произошел пару месяцев назад, когда мы с ребятами ехали в байк-парк Ливинья, нас остановила полиция, у нас велосипеды висели сзади, закрывали номера. У нас там был какой-то небольшой штраф, и мы это все быстро захотели сразу же вот на месте оплатить через их терминальчик и поехать дальше. Оплата только через терминал, никаких наличных. И что вы думаете, приват-банковская карточка не работала? Ни моя, ни Колина, вообще ничья не работала. И монобанковская карточка сработала. Поэтому я не говорю, что именно монобанк у вас должен быть, но у вас должно быть всегда две карточки двух разных банков, чтобы вторая была запасной. Потому что бывают разные приколы, когда одна карточка может не сработать, а вопрос срочный, и вам надо его вот сейчас решить и поехать дальше. Ну и конечно же хотелось бы еще сказать о том, что очень много писали мне всяких гадостей и прочего. О том, что это было проплаченное видео, что мне кто-то там заплатил. В общем, не знаю, как это происходит. По правде говоря, монобанк мне даже спасибо не сказал за вот то видео. Я никаких даже, ни контактов с ними не было, ничего. И после этого, ну честно говоря, думал, что может быть напишут спасибо, чувак. Такое видео прямо, оно первое в поиске в гугле. И в принципе, я там такого плохого ничего вроде не говорил про них. Но не то, чтобы заплатили, даже спасибо не сказали. Поэтому, ребята, все от себя, то как мы этим пользуемся и пользуемся уже полгода, у всех все хорошо. Если вдруг будет что-то меняться в лучшую сторону или в худшую, то, конечно же, появится видео монобанк 3.0, где мы скажем об этих всех моментах. Исходя из комментариев к прошлому видео, хотелось бы сказать, что те, кто пользуются монобанком, тоже не боитесь, пишите комментарии. Я, конечно, понимаю, что писать комментарии многие боятся, потому что можно нарваться на беду. Но ваш опыт тоже полезен. Если у вас есть что сказать как хорошего, так и плохого о опыте использования этого приложения, этой карточки, то делитесь. Потому что основная масса – это люди, которые этим не пользуются, которые говорят, мне кажется, что это обман, мне кажется, что это развод и что это там видео проплачено. В общем, это не объективная точка зрения, это просто человеку кажется. Поэтому те, кто пользуются, в первую очередь, вот хотелось бы от вас услышать все плюсы, минусы, какие были случаи. И исходя из этого, я думаю, было бы проще намного другим людям понимать вообще, хорошая эта карта, не хорошая. Потому что я высказываю свой опыт и свою точку зрения. Вполне вероятно, что у кого-то этот опыт мог быть совсем другим. Так же самое, как и с приватом. Я знаю, что все там его ненавидят. У меня, например, все нормально, практически. Если бы они не звонили, только постоянно было бы вообще идеально. Поэтому, друзья, мне важно также и ваше мнение, особенно те, кто пользуется. Тем людям, которые писали о том, что это проплаченное видео, реклама, хотелось бы показать, что такое настоящая реклама, нормальная. Это когда человек в футболке магазина Ябайкер стоит в магазине Ябайкер и говорит, что у всех, кто смотрит это видео и подписчиков моего канала, есть скидка 7% в этом магазине по промокоду, который вы видите здесь. Станислав Степаненко. Ну и, конечно же, вы все это можете оплатить у нас в терминале карточкой Монобанка и получить кэшбэк, если вы выберете категорию товары для спорта и отдых. С вами была говорящая голова Степаненко Станислава. Если такие видео вам нравятся, заходят, ставьте лайк. Обязательно будем продолжать что-то снимать в разных форматах. Ну а вам всего хорошего и до скорых встреч. Сильно? Да, надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА